Когда мы говорим про такое определение, про такое понятие, как политика памяти, конечно, мы указываем на то, что это политика интерпретации, это политика использования определенных фактов для подкрепления тех или иных претензий, тех или иных точек зрения, тех или иных политических идеологий. Вопрос, насколько это все поддается конструированию, вопрос неоднозначный, и здесь скорее нужно будет сказать, что это всегда имеет место диалог. То есть на пустом месте создать какой-то конструкт не удастся. Нельзя сразу сказать, что Россия берет начало в Древнем Египте. Это удалось только Фоменко и Насовскому, и то вызывает до сих пор весьма дионозначенное мнение со стороны исторического сообщества и общественности. Поэтому это означает, что нужно какие-то основания. Вот поэтому мы говорим о том, что это именно политика интерпретации, когда всегда есть какая-то подоплека, но просто вопрос, как эту подоплеку рассматривать, как этот тот или иной факт использовать. Но в любой научной работе всегда есть такой пункт в начале, который называется степень разработанности проблемы. И этот пункт включает в себя длинный перечень авторов, которые занимались этой проблематикой. Но этот перечень нужен прежде всего для самого автора данной научной работы и не очень интересен всем остальным. Поэтому я коротко скажу буквально о двух-трех именах, о которых стоит говорить в контексте данной тематики, чтобы был теоретический блок, а потом уже практическое воплощение. Прежде всего, надо сказать про основоположника проблематики исторической памяти. Это французский ученый Морис Хальвакс, который, собственно, первым заговорил о том, что наши воспоминания, они социально обусловлены, они социально окрашены. То есть, проще говоря, они демонстрируют не нашу личную точку зрения, а точку зрения определенной социальной группы, класса или сословия, к которому мы принадлежим. И как раз поэтому, ну, Хальвакс был социологом, поэтому он был практиком. И вот это теоретическое положение он не замедлил проиллюстрировать. На одном примере есть у него такая работа, которая называется «Легендарная топография Евангелия», книга, которая на русский язык до сих пор не переведена, где он показал, каким образом крестоносцы во время крестовых походов сконструировали всю евангельскую историю, всю библейскую историю, благополучно найдя соответствие, найдя места тех событий, которые упоминаются в священных текстах, причем исключительно там, где располагалась сфера контроля этих самых крестоносцев. То есть места были найдены там, где было удобнее. И вот, в общем-то, на этом простом примере демонстрируется то, что политика памяти всегда имеет дело с определенным сопряжением прошлого в настоящее, с определенной подгонкой фактов, которые, однако, штука упорная, имеют свойство достаточно долго и нудно сопротивляться. Но если Хальбвакс был основоположником проблематики, то наиболее, наверное, развернутое наполнение, наиболее такое широкое звучание она получила уже после Второй мировой войны, причем в Германии, для которой эта проблема, вообще проблема соотношения себя со своим прошлым, вышла на первый план. Потому что возник вполне естественный вопрос, вот этого у пост-перво и даже послевоенные годы, 50-е, начало 60-х годов, как относиться к тому, что было. Учитывая, что, получается, те люди, которые, собственно, творили эту историю, эту не самую приглядную и даже, прямо сказать, страшную историю, они, в общем-то, начать от них никуда не делось. Именно из них комплектовался чиновнический аппарат Западной Германии. И это означало, возникал вопрос, что это означает? Мы должны просто забыть о нашем прошлом. Ну, такой немецкий философ Теодор Адорнаск наоборот утверждал, мы не должны забывать. Мы должны заниматься такой операцией, которую он назвал проработка прошлого. Мы должны стараться сохранить то, что было, и помнить об этом. Мы должны в данном случае пытаться закрепить память о вот этих травмах, которые связаны с этой войной, о тех событиях, которые привели к ней, и пытаться передать ее последующим поколениям. Но Адорна было просто говорить. В конце концов, он был в оппозиции к нацистскому режиму. Он жил в США, и поэтому мог чувствовать себя в данном случае героем борьбы. А что делать тем, кто были в Германии? Те, кто жили на этой территории Германии? Для которых это было и их личное прошлое, и их личные какие-то ошибки? Вот для них этот вопрос оказался существенным, и вышел на первый план уже в 60-е и 70-е годы, когда выросло буквально первое послевоенное поколение, которому необходимо было определиться с тем, как им относиться к событиям прошлого, учитывая, что это события, в которых приняли участие их отцы, их родители. Как наладить, как с одной стороны уберечь память о них, об этих событиях, а с другой стороны сохранить некое согласие в обществе, сохранить консенсус между поколениями и, может быть, между различными социальными группами. Такое решение было найдено еще в одном научном понятии, понятии виктимизации. Виктимизация — это чувство коллективной вины. То есть здесь мы как раз напрямую подходим уже к тому, собственно, а как запоминается война. Дело в том, что война — это достаточно значимое событие, яркое и, как правило, травматическое. Вот поэтому оно в памяти сохраняется всегда. Но просто вопрос, как именно сохраняется? На самом деле вариантов здесь не так уж и много. Можно помнить о войне в качестве победителя и героя этой войны, можно помнить в качестве жертвы, а можно помнить в качестве виновника. И вот Германия для себя избрала как раз такую функцию — помнить о войне в качестве того, что это была наша коллективная вина, и пока мы помним о ней, мы не хотим, чтобы такое повторилось. Так был создан вот этот общественный консенсус, общественное согласие в германском обществе, которое продержалось до начала XXI века. Сейчас оно разрушается, но я думаю, что мы не будем эту тему уходить, у нас немного другая проблематика. Потому что в этот же момент, в это же время, аналогичные процессы, процессы сохранения памяти о войне шли и в Советском Союзе. Причем я напомню вам, что на самом деле далеко не сразу память о войне стала считаться таким общественным достоянием, тем, что нужно сохранить, тем, что стоит сохранять для своих потомков. Сталин, очевидно, хорошо учил историю. Поэтому он знал, чем закончилась эйфория после победы для императора Александра I и для вообще всей царской России. Он помнил, что именно из тех офицеров, которые испытали эту эйфорию, и вышли, собственно, первые революционеры, вышли декабристы. Поэтому, в общем-то, произошло очень быстрое переключение с одной ситуацией конфликтной, с одной войны, на другую войну. Войну холодную. И первые годы, даже первые десятилетия после окончания Великой Отечественной войны, в общем-то, официальная какая-то политика памяти к ней не очень сильно даже обращалась. Первый парад, посвященный войне, прошел только в 1965 году, когда исполнилось ровно 20 лет со времени окончания. Он был ситуативный, он был во многом обусловлен, знаете, не только какими-то объективными обстоятельствами, то, что круглая дата, круглых дат бывает много, а как раз событиями смены вполне определенных политических лидеров. Дело в том, что к власти как раз в это время в Советском Союзе, как вы помните, приходит Леонид Ильич Брежнев, и для него память о войне становится способом, так сказать, обосновать, ну, скажем так, некую личный вклад. Это способ, это то, чем он лично мог гордиться, потому что все-таки в этой войне участие принимал. И пресловутая «Малая земля», этот знаменитый эпос, который был ему приписан, точнее, который был написан и вышел под его фамилией, в общем-то, такое прямое свидетельство того, что, в общем-то, он, по крайней мере, такую мысль разделял и стремился о войне напомнить, о войне, и косвенно через нее, и, естественно, о своем участии, о своей роли. И для Советского Союза вот тот тип воспоминаний о войне, это однозначно был тип воина-победителя. То есть война, она представлялась как раз тем, что стоило помнить, тем, что стоило запоминать, потому что этим и стоит гордиться. Мы все, по сути, сейчас живем в этом обществе, которое до сих пор вот эти стереотипы наследует, ну, может быть, уже в меньшей степени в силу отдаленности по времени, но, в общем-то, это никуда не делось. И, в принципе, все страны, скажем так, уже постсоветского пространства, то есть мы уже выходим, так сказать, на магистральную линию основной проблематики, все были вынуждены свои точки зрения, которые они выстраивали, которые они конструировали, с этой советской позицией, позиции победителя, соотносить. Что происходит в связи с распадом Советского Союза? Ну, понятно, что распадается политическая структура, распадается экономика, распадается культура, но распадается и единое пространство памяти. Точнее, неожиданно выясняется в этот момент, что параллельно с официальной памятью существовали и множество различных альтернативных вариантов, разных интерпретаций, в которых новообразовавшиеся государства начинают испытывать потребность. Для чего? Для собственной легитимации, для обоснования своего существования, для объяснения своей роли в новой политической картине мира. О чем я говорю? Ну, дело в том, что просто у любого вновь образовавшегося государства всегда возникает самый первый и вполне естественный вопрос, вопрос некого самообъяснения, самоидентификации. Собственно, а почему только сейчас? А почему только сейчас мы образовались? Почему этого не произошло раньше? И самое первое естественное, которое приходит в голову, значит, нам мешали. Кто мешал? Ну, логично, то государство, в составе которого мы были. То есть, а именно Советский Союз. Поэтому, вот в силу вполне естественных таких закономерностей, которые, скорее даже психологический характер носят, значительная часть стран постсоветского пространства стали выстраивать свое отношение к общему прошлому и к войне в том числе, отталкиваясь от негативного отношения к Советскому Союзу, как, ну, такое расхожее выражение, как к тюрьме народов. При этом надо учитывать, что здесь вот эти закономерности, они наслаивались и на множество самых других факторов, самых разнообразных. Ну, во-первых, здесь надо учитывать чисто, опять-таки, субъективный фактор по поводу того, кто оказался у власти в этих государствах. Потому что это тоже очень многое, очень намного повлияло, очень многое решало, допустим, в том же Казахстане. Назарбаев выстроил сразу такую позицию, которая была, ну, несмотря на некоторые националистические перекосы в начале, вот, официальная позиция была такая, позиция примиренческая, позиция того, что, в общем-то, Казахстан многое получил от Советского Союза, и поэтому никаких негативных чувств к нему не испытывает. Но в данном случае это было все-таки скорее исключение из правил, потому что большая часть остальных государств таких благожелательных чувств не испытывали. Во-первых, это было связано с тем, что возникает действительно такой национальный подъем, подъем национального самосознания, который нуждается, разумеется, в какой-то пище, и пищей будет, как остановилось, как раз это общее прошлое, и те интерпретации, которые существовали в советско-официальной культуре, в советских учебниках истории. А во-вторых, вмешивается наряду с политическим и сугубо экономический фактор. Выясняется, что прошлое — это ресурс. Это ресурс, на котором, проще говоря, можно заработать. Потому что вполне закономерно, почему бы не потребовать с оккупантов, или с тех, кого мы считаем оккупантами, не потребовать какое-то возмещение ущерба за, собственно, годы оккупации. Вот часть государства именно по этому пути и пошла. Но есть, наверное, здесь уже можно более конкретно поговорить, потому что говорить про каждое постсоветское государство, наверное, не стоит, потому что это было бы очень долго, много, и, в общем-то, очень расплывчато получилось бы в целом, общее впечатление. Поэтому я бы обозначил несколько общих тенденций и несколько таких различных стратегий, которые на постсоветском пространстве по отношению к Великой Отечественной войне были выработаны. Во-первых, общей тенденцией является то, что после 90-х годов, когда доминирующим был такой общественный запрос на переписывание истории, на переделывание истории, на, скажем, «правильную» интерпретацию прошлого, и этот запрос носил отчетливо выраженный такой национальный оттенок, то в 2000-е годы происходит такая смена нарративов, смена типов повествования, когда эта проблематика, проблематика отношения к прошлому, становится изобщественной, становится политической. То есть начинают создаваться вполне официальные структуры, которые ставят перед собой конкретную задачу. А объяснить согражданам, как правильно нужно относиться к прошлому. И это тенденция общая практически для всех государств. Возникают совершенно разные организации, но вот если так навскидку вспомнить, на Украине возникает такой институт национальной памяти. Прямо с таким названием, научная организация. Единственное, что можно сказать, что не они это придумали. Первое, это придумали еще поляки, такую формировку института национальной памяти. Но украинцы у них благополучно позаимствовали, причем как раз провозгласили в качестве такого лозунга деятельности этого института, то, что мы должны бороться с русскими и польскими интерпретациями истории. То есть взяли у поляков, но бороться будем с ними ими же оружием. Им же, его, их же оружием. В России аналогичная организация, ну правда такая, носящая не совсем полуофициальный характер, возникает в 2009 году. И получает тоже, можете оценить, такое немного комичное название, комиссия по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. То есть, как бы получается, в ущерб нельзя, ну как бы из этого исходит во благо, значит можно. И, наверное, да, и третье название тоже приведу, тоже очень-очень характерное. В Латвии возникла организация, которая называлась комиссия по выработке действий для возмещения советского ущерба. То есть, проще говоря, задачей комиссии являлась поиск тех оснований, на которых можно было потребовать от Российской Федерации как юридического правоприемника СССР какого-то возмещения ущерба. И это при том, что, в общем-то, с точки зрения права здесь такие основания было бы найти очень сложно, потому что Российская Федерация, знаете вы или не знаете, она, конечно, считается правоприемником СССР, но считается только по всего, по нескольким направлениям. Один с точки зрения преемственности ядерного вооружения, места в Совете Безопасности ООН и внешних долгов. Вот, собственно, в чем она является правоприемником. Все остальные вопросы подлежат личным договоренностям между вновь возникшими государствами. Никакой преемственности, никакого наследия здесь нет и быть не может. Что касается всех остальных государств, которые, соответственно, начинают возникать, вот там уже возникает различие стратегий. Ну, для некоторых государств, и в данном случае я в первую очередь скажу про государства Прибалтики, разумеется, для них вот эта вот память и о советском прошлом, и память о Великой Отечественной войне, ну, во-первых, они бы просто не употребили такое наименование Великой Отечественной войны. У них есть только Вторая мировая война. Вот для них эта память является памятью об оккупации. То есть, своеобразие их позиции заключается в том, что они рассматривают, скажем так, режим нацистский, германский, и последующее существование в рамках Советского Союза, как две формы оккупации. Сначала просто оккупировали немцы, а потом оккупировали русские. И поэтому 9 мая это для них не какая-то такая знаменательная дата победы, а дата просто смены одной оккупации другой. То есть, принципиально никакого различия не произошло. Ну, конечно, нельзя абсолютизировать, нельзя говорить то, что никакой разницы между всеми прибалтийскими странами нет. Здесь, если говорить конкретнее, ну, на слуху, наверное, у многих была история несколько лет назад произошедшая с бронзовым солдатом в Эстонии. С переносом памятника русским воинам, который был перенесен с площади в центре города на окраину. Причем этот перенос сопровождался еще и переносом собственно самих захороненных останков солдат. Вот. Ну, парадоксально в этом как раз то, что Эстония из всех прибалтийских государств с точки зрения такой политики памяти она наиболее лояльна по отношению к советскому прошлому. То есть, в конце концов, этот памятник не был разрушен, а был перенесен. И вообще позиция эстонских властей она в данном случае объяснялась, ну, скажем так, то обоснование, которое было использовано, в общем-то, заключалось в многочисленных ссылках на подобные переносы памятников прежде всего на территории самой Российской Федерации. Когда в Подмосковье перенос памятников из тех мест, которые предназначались под застройку или под что-то еще, это было достаточно, в 90-е годы достаточно такое регулярное событие. Немного хуже, с точки зрения, ну, хуже не будем допускать оценочных суждений, немного иначе строилась, скажем так, стратегия поведения по отношению к Великой Отечественной войне в соседней Латвии. Ну, если мы говорим все-таки о научном восприятии данной проблемы, естественно, предполагается, что ученые должны опираться на какие-то голословные утверждения, они должны опираться на какие-то, ну, желательно, факты и, по крайней мере, иметь возможность сравнивать различные точки зрения. Вот я специально даже захватил с собой книгу, которая, к счастью, нам в отношении Латвии позволяет такую вещь сделать. Вот, к счастью, не по всем государствам постсоветского пространства есть такие сборники документов. Вот по Латвии он такой есть. Называется, собственно, историческая политика Латвии, материалы к изучению. И здесь приведены отрывки из законодательных актов Латвии, из выступлений политиков ведущих, которые иллюстрируют как раз, собственно, какая же стратегия отношения к прошлому, отношения к Великой Отечественной войне там существует. А там существует политика, которую можно, условно говоря, назвать такой политикой уравнивания. То есть, ключевой проблемой для Латвии является не только проблема отношения к тому, что было, но и, естественно, отображение этой проблемы в современном состоянии общества. Вот, в частности, такой банальный, казалось бы, вопрос, как относиться к ветеранам. И получается, что с точки зрения латвийских властей, с точки зрения и латвийских нормативных документов, ветераны, что советской армии, ветераны, что каких-то нацистских частей, они равноправны. равноправны. Чем это объясняется? Ну, опять-таки, с точки зрения латвийской нормативной базы. А тем, что и те, и другие являлись, скажем так, входили в состав оккупационных войск по отношению к новой независимой Латвии. И в данном случае понятно, что на уровне таком субъективном, на уровне эмоциональном есть разные подходы, есть разные отношения, в том числе со стороны разных слоев общественных, со стороны разных, в том числе и городов, в зависимости от того, какая там часть по национальному признаку населения доминирует. Но, так или иначе, получается, что Латвия эти позиции уравняла. Ну, с Литвой как бы даже не буду ее касаться, потому что там относительно Великой Отечественной войны ничего особо интересного нет, и гораздо больше занимает другие вопросы, вопросы Великого Княжества Литовского, и то, что на самом деле на что-то, что делают здесь Белоруссия, Украина и Латвия, если все это вообще бывшие территории. Поэтому у литовцев свои проблемы к Великой Отечественной войне не очень заботит, слишком мелко для них. Вот, что касается других стран постсоветского пространства, сразу можно сказать, что для каких-то из них проблематика Великой Отечественной тоже постепенно вообще уходит из такой ключевой повестки дня. С чем это связано? Ну, во-первых, вполне закономерно это связано с демографией. Просто потому, что происходит смена поколений, соответственно, поколение участников войны, поколение детей войны, поколение тех людей, которые еще в детском, подростковом возрасте усвоили вот эти стереотипы отношения к ней, оно постепенно оказывается уходящим из активной социальной жизни. немецкий историк Ян Асман как раз проводил различия между памятью коммуникативной и памятью культурной. То есть, есть коммуникативная память, это живая память людей, то есть, словно говоря, то, что они сами помнят, то, как они вписывают свою историю в контекст истории своей страны, своего народа, своей нации. И длительность такой памяти приблизительно 40 лет. Вот с того момента, когда люди стали почувствовали себя представителем именно своего народа, и до тех пор, пока они, грубо говоря, не вышли на пенсию, пока они устранились от активной социальной жизни. Вот, получается, срок коммуникативной памяти вышел, и сейчас приходит ей на смену память культурная, память текстовая, когда источником представления о прошлом все больше становятся не живые очевидцы, которые могут рассказать и поведать свои личные воспоминания и донести свой живой опыт, а тексты, тексты, ну, в широком смысле слова, не только письменные, допустим, видеоматериалы, фильмы, что немаловажно, которые тоже формируют определенный взгляд на прошлое, и другие источники, уже, разумеется, такого вторичного плана. Так вот, в силу таких вот причин вполне естественных, часть государства от проблематики Великой Отечественной войны попросту отказываются. Это и часть стран Средней Азии, ну, допустим, в том же Казахстане, я честно не стал просто тащить с собой большую ступку учебников всех государств постсоветского пространства, там украинские, белорусские, казахские учебники, извините, казахстанские, потому что такие, про страну не про народ говорим, стопка этих учебников, чтобы их продемонстрировать, ну, вот, допустим, в казахстанском учебнике, в параграфе, посвященном 40-м годам 20-го века по истории Казахстана, сказано только, что буквально два предложения про то, что в годы войны там находились столовые предприятия и лагерь для политзаключенных. Все. Вот на этом включение Казахстана в проблематику Великой Отечественной войны, в общем-то, закончено. Больше никакой актуальности это не вызывает. Аналогичные процессы протекают не только в Средней Азии, но и на Кавказе. Ну, в частности, там тоже нужно провести такое различие. Если Армения и Азербайджан все-таки для них память о войне в этих государствах обязательно поддерживается. Это многом связано как раз с их экономическими взаимосвязями с современной Россией, тем, что президенты этих стран, несмотря на свою внутреннюю конфронтацию очень сильную, они приезжают на каждый такой юбилейный парад победы. Они были в 2010 году, в 2015 году, ну и, наверное, приедут в 2020 году на очередной парад победы. Вот, 9 мая. Но, тем не менее, для вот этих стран, да, это память о войне, поддерживается, сохраняется как некая такая часть общего наследия. Для Грузии ситуация немного другая. И, опять-таки, это связано, во-первых, мы же с вами говорим, что политика памяти во многом обусловлена всегда не самим прошлым, а скорее настоящим и его отношением в отношении между современными государствами. Вот, когда в 2010 году проходил юбилейный парад победы, посвященный, получается, какой-то, уже 65-летней годовщине, со дня окончания войны, были приглашены, естественно, на этот парад представители, точнее, руководители практически всех постсоветских государств, кроме одного, кроме президента Грузии. Ну, просто потому, что еще была актуальна в памяти, была жива в памяти такой вот коммуникативной, живой, предшествующая такая вот грузинская война 2008 года, и, в общем-то, Грузия в этом смысле оказалась, так сказать, устранена от общей вот этой вот памяти, но, в принципе, в Грузии проходят аналогичные процессы, то есть, там ставится вопрос, если посмотреть на их исторические труды, на их учебники, ставится вопрос о том, почему эта война вообще называется отечественной. Вот для Грузии это вопрос. То есть, понятно, почему война отечественная, то есть, ведущаяся ради отечества, для России, для Беларуси, для Украины, то есть, для тех стран, которые были оккупированы. Для Грузии в данном случае участие представителей этой национальности, этого ныне независимого государства в войне, но это скорее уступка тому государству, в котором они существовали, то есть, никаких личных причин для участия, в общем-то, Грузия в этой войне не видит. Да, Вторая мировая война, понятно, все мы боролись, но вот не отечественная. Лично для нас, для них имеется в виду, никакой угрозы конкретно эта война не несла. Но есть, разумеется, и группа стран, для которых память о войне это память травматическая. не зря один из исследователей именно Украины и украинской политики памяти назвал свою статью о ней «расколотая память». Потому что получается, что для Украины и для Молдавии память о войне не скрепляет общество, не консолидирует, как мы можем сказать, в случае Российской Федерации, а наоборот раскалывает. Здесь есть и свои исторические предпосылки, которые были связаны с тем, что просто значительная часть территории этих государств вошла собственно в состав ну скажем так этих советских республик соответственно Молдавской ССР и Украинской ССР непосредственно перед войной. Западная Украина входит в состав непосредственно перед войной и Бессарабия, которая составляет ну где-то половину нынешней Молдавии, даже больше половины. И как вы понимаете жители населения вот этих вот стран особого восторга этих территорий особого восторга по поводу вхождения не испытывало и естественно свою неприязнь передало и своим потомкам. Поэтому в общем-то для современного общества и молдавского и для украинского общества память о войне это очень сложная тема. Очень сложная, которая не то что она табуирована, нет о ней говорят, но это тема, которая вызывает дискуссии даже внутри этих стран, причем дискуссии очень ожесточенные. Ну, если говорить про Украину, здесь я бы коротко отметил, что судя по последним годам, вообще Украина просто четко сделала свой выбор в стратегии отношения к войне в сторону, скажем так, европейского взгляда. Ну, если вы помните из сообщений Средств Массоинформации, в том году было такое сообщение, промелькнуло, что украинский президент дал распоряжение перенести празднование победы в войне с 9 на 8 мая. Ну, вот, казалось бы, ну, вот, так сказать, отступил от какого-то устоявшегося канона, отказался от даты. Ну, что самое интересное, конечно, с правовой точки зрения он ничего не совершил, чисто с правовой. Почему? А потому, что существует вполне легитимный законный международный акт ЮНЕСКО, который говорит о том, что празднование окончания Второй мировой войны может осуществляться 8 или 9 мая на усмотрение каждого государства. И этот акт, соответственно, никто не отменял, поэтому, в общем-то, здесь пренебрежения памятью о войне нет. И здесь, конечно, очень важны еще такие символические моменты. Если для российского общества, по крайней мере, современного, такие вот символика победы, символика памяти о войне это георгиевская ленточка, то для Украины этот символ вряд ли уже может считаться таковым в силу вполне естественных таких вот негативных коннотаций, то есть тех значений, которые были получены с событий последних лет. И что они делают? Они просто прибегают к общеевропейской символике, а именно маки. Вот как бы, то есть основным таким вот символом победы становится просто мак. Это традиция старая, в Европе она вообще еще со времен Первой мировой войны идет, когда вот эти коллективные могилы на полях Бельгии, Франции, тех людей, которые там остались навечно после сражения Первой мировой, были засеяны маками. Такие были красные поля. И с тех пор мак это символ как раз победы и в Первой мировой, и Второй мировой войне. Общий такой европейский символ. Любопытный момент связан еще и с тем, что ну вот мы немного как я сказал, что про все государства говорить смысла нет. Но вот еще про одно государство скажу, потому что оно, на мой взгляд, очень показательно и характерно. Это Беларусь. Беларусь такая советская транскрипция, сейчас Беларусь как независимое государство, потому что для него сейчас тоже происходит выбор, выбор стратегии, выбор стратегии отношения к прошлому, который на первый взгляд не очень очевиден. Потому что с одной стороны с точки зрения современной политики Беларусь в общем-то держится в фарватере русской политики, она входит в Евразийский союз, она всячески заключает таможенные соглашения и так далее. Но при этом не нужно отказываться, не нужно думать, что те процессы, которые были свойственны для всех остальных стран, они для Беларуси почему-то вдруг окажутся в стране. Там точно также есть очень сильный национальный запрос. И что самое интересное, в Беларуси немного формируется немного другое отношение, другой немного тип отношения вообще к своему участию в этой войне. Там очень распространена такая уверенность, что Беларусь это не победитель, а в первую очередь жертва этой войны. Причем, что очень любопытно, когда историки начинают разбирать эту проблему, откуда взялось такое мнение, откуда такое убеждение, причем оно звучит не только в словах у самих беларусов, каких-то их текстах, но и в словах даже российских политиков. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ утверждает, во время войны погиб каждый третий беларус. Когда возникает откуда он это взял, происходит ссылка к временам Хрущева, когда в докладе Хрущева было сказано, погиб каждый четвертый беларус. Но как шутят беларусы сейчас, еще лет через 20 скажут, что погибли все беларусы, если такими темпами будет идти увеличение количества жертв. или жертвы, которые они принесли ради общего блага, а во-вторых беларусы, ну собственно как и украинцы, в этом смысле у них просыпается, проснулась такая общая неожиданно память, вспоминает один очень интересный факт. Дело в том, что когда сразу после окончания Второй мировой войны создается ООН, организация объединенных наций, договор о ее возникновении подписывают 50 государств. Каждый из которых получает собственно мандат участника. Так вот в числе этих государств отдельно оказались Украинская ССР и Белорусская ССР. То есть не только СССР в целом как странно было представлено, СССР получил три мандата на Россию, Украину и Белоруссию. И для Белоруссии сейчас это скажем так подтверждение того, что в общем-то ее жертвенность, ее заслуги уже тогда были признаны и по достоинству оценены. поэтому в общем-то условно говоря возникает некое такое ощущение того, что должны. Должны. И в общем-то еще неизвестно к чему вот это вот ощущение чувства долга по отношению к Белоруссии страны кого-то непонятно к чему это чувство долго приведет. То есть мне хотелось бы сказать то, что в данном случае применительно к всему постсоветскому пространству, к тем государствам, которые на нем образовались, мы наблюдаем очень разные стратегии, но как раз интересным с точки зрения науки является выявление этих стратегий, понимание того, почему оказалась реализована одна, а не другая из них, какое дальнейшее развитие событий мы можем предсказать и соответственно это как раз тот потенциал, прогностический потенциал, который для науки имеет первостепенное значение. Ну, я наверное не буду дальше утомлять мнение, может быть какие-то вопросы возникли, да, потому что я так получилось бегло обо всем, но может быть какие-то уточняющие вопросы или какие-то пожелания что-то узнать еще. Ну, значит, либо все понятно, либо непонятно вообще ничего из того, что было сказано. Просто очень сложная тема. Сложная тема. Вот так вот давайте уточняющие вопросы. Да. У меня в принципе несколько вопросов задалось, но все-таки будем задавать вопросы. Все-таки как-то бывшие советские тогда, вернее нынешние государства, да, среднеазиатские, которые когда-то ходили в СССР, они все-таки сейчас были как-то мельком очень упомянуты, вернее, по большому счету была остановка на Казахстане, вернее, на том, что там вопрос так не стоит. Все-таки хотелось бы уточнить, да, вот если мы говорим Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, вот, Туркменистан, там есть, можно ли сказать, что там в целом какая-то общая оценка к войне, да, потому что все-таки, наверное, я возможно ошибаюсь, да, но как я понимаю, там примерно их примерно одинаково довольно мало затронуло все это. И второй вопрос, вот, вы упомянули, что, скажем, на территории Литвы больше стоит это их извечные проблемы, вечный комплекс их Великой Империи, но вот лично мне не совсем понятно, да, почему одно отменяет другое, почему вот война их тогда в меньшей степени интересует, разве это взаимосвязано? Хорошо, ну давайте по поводу сначала первый вопрос, по поводу Средней Азии. Почему на нем не стал более подробно останавливаться, потому что в целом, да, в целом проблематика уходит, как я сказал, в силу естественных демографических причин, но сами ветераны постепенно умирают, вот буквально в прошлом году, в 2015, как раз в Таджикистане умер последний участник обороны домика Павлова в Волгограде, то есть местный как раз уроженец, вот он оставался последним, ну теперь получается не осталось никого. По поводу различия, различия есть и различия тоже во многом обусловлены, современной политической ориентации этих стран. То есть если, допустим, тот же Таджикистан вполне солидарен с Казахстаном, ну просто потому что, а что ему отказываться от какой-то общероссийских, ну точнее общесоветских и унаследованных России представлений, если там расположены советские, какая оговорка-то, российские базы, расположенные до сих пор военные, в общем-то, которые поддерживают там границу, держат с Афганистаном, и в общем-то, поддерживают порядок в республике. А вот в других странах, например, в той же Туркмении, там ситуация немного иначе, там, учитывая в силу ориентации с Кореей на какую-то такую западную повестку, вот там дошло до чего? Там те немногочисленные герои Советского Союза, которые там живут, там тоже введен такой пока негласный запрет на советскую эмблематику и тематику, они именуются официально просто герои. То есть, герои Советского Союза они именоваться не могут, просто вот герои остались. Поэтому здесь вот есть тоже свое различие в отдельных странах, ну просто об этом можно как бы подробнее говорить, если там это специально вот в это погружаться и углубляться, но я должен сказать, что для них опять-таки это тоже не столь важно или по крайней мере оказывается не столь важно, потому что у них тоже есть пробуждение имперского самосознания. Там чуть ли не каждый из этих народов, ну казаки в первую очередь, претендует во-первых на происхождение Чингисхана, а во-вторых еще и не просто происхождение, а то, что Чингисхан принадлежал конкретно к их народу. То есть Чингисхан был казахом. Вот как-то вот так вот, да. И у них вот это вот такое, знаете, степное, поиск степных корней оказывается опять-таки более важен, чем какая-то война, которая действительно к их территории непосредственно отношения не имела. Теперь по поводу второй вопрос, по поводу Литвы. Ну, с Литвой, как я сказал, есть некие общие тенденции, которые свойственны для всех прибалтийских республик. Общим для них является то, что они собственно вошли в состав СССР только в 40-м году. То есть они успели что называется подышать свободой 20 с небольшим лет, и после этого этой свободы лишились. Вот это вот то общее, которое привело к тому, что значительная часть и латышей, и эстонцев, и литовцев, они в общем-то после уже немецкой оккупации пошли служить собственно на службу к немцам. Причем там тоже очень такая любопытная ситуация, когда в общем-то были переговоры комиссии латышских и российских историков по поводу того, насколько это было обусловлено, насколько это было вынуждено. Если это вот еще и правильно то, что ну просто они были вынуждены так сделать, потому что это как бы там что-то давал, но тут русские историки выложили козырь. Нашли документ, по которому оказывается латышам предлагался на выбор, куда идти, в трудовые, в трудовую армию или в войска СС. И они выбирали войска СС. Вот при таком выборе. Но это по поводу Латвии, да, как бы не буду уходить. А вот для Литвы есть некая общая закономерность, но опять-таки подчеркну, если для Эстонии и Латвии все-таки для них важен именно период независимости вот этого XX веке, который был, поэтому они так за него держатся, и поэтому для них так важно вот это вот ущемление их интересов оккупации советской, то для Литвы получается у них тоже есть идет поиск виновника, не врага, а скажем так, виновника того, почему они только сейчас стали Литвой, причем Литвой не в своем прежнем значении. И у них в качестве одного из таких виновников вступает просто Польша, которая когда-то заключила унию, потом постепенно под себя подмяла, то есть в общем-то для них просто Россия не настолько виновна в их заключениях, и точнее она одна виновна, поэтому поскольку не одна виновна, соответственно и война скажем так не такое ключевое событие для них. Я надеюсь насколько получилось я ответил. Да? А на вот перспективу единой памяти или наоборот разный. Данила Александрович вы сказали получается и вот из ваших слов следует что постепенно страны от этой единой советской памяти о войне откалываются. И в конце концов я думаю что может случиться такая ситуация что как-то прежде советской точки зрения будут придерживаться может быть 2-3 страны и вот что можно в данном случае предполагать то есть будет ли у нас уже память не о советском народе победителя а о российском белорусском и так далее или все-таки мы может вернемся по поводу возвращения к имперскому проекту это вопрос не ко мне а политика вернемся мы к нему или нет а что касается тенденции памяти то пока мы же все-таки занимаемся какими-то исследованиями поэтому пока можем судить о том что идет именно дробление то есть условно говоря каждый народ и в общем-то белорусы это заявляют и украинцы это потому что украинцы у них у некоторых историков действительно пораскальзывает такая мысль что вообще украина один из полноправных участников войны в конце концов там же был первый второй третий украинские фронты значит украина воевала с германией раз фронт украинский все вот причем я вам скажу даже больше был короткий промежуток времени в 44-м году когда для белоруссии и украины была создана своя система наркоматов то есть министерств как на современный язык можно было сказать в том числе и наркомат обороны там существовал свой независимый ну считается что это было нужно Сталину для того чтобы как раз обосновать требования трех вот этих вот мандатов в ООН которые планировалось создавать вот так иначе факт остается фактом на протяжении целого года последнего года завершения войны Украина обладала своей скажем так некой структурой пусть даже на бумаге но тем не менее структура формально существовала если говорить о каких-то перспективах то мы оказываемся в той ситуации естественно когда постепенно память о войне будет сохраняться только в тех обществах или в тех государствах которые будут чувствовать свою непосредственность с ней соприкосновения для которых это будет память не какого-то политического образования которому они когда-то принадлежали и больше не хотят а для которых это будет их личная память допустим память семейная вот если вы вспомните проект бессмертный полк который последние годы проходит вот это как раз и есть попытка причем как раз очень интересная попытка вернуть память из такую именно историческую память из ситуации официоза вернуть ее обратно собственно к людям попытаться сделать так чтобы люди прочувствовали собственно а почему они должны это помнить вот условно говоря там где память окажется личной там она сохранится там где она окажется ничьей там и потребности в ней не будет там было что-то про сложную сложную тему давайте в общем-то простой но с другой стороны может непростой как бы война которая произошла почему вообще людям спокойно не живется почему они не могут мирно жить постоянно происходят какие-то войны там не знаю одна страна нападает на другую чего людям вообще не хватает почему они начинают вообще воевать как вы считаете еще полтора часа говорить ничего не сказать я скажу коротко дело в том что война что такое война с точки зрения ну скажем так политики с точки зрения скажем так социального устройства и системы социальных связей которые существуют война между прочим всегда очень сильно консолидирует общество когда появляется какая-то какой-то образ внешнего врага соответственно все внутренние противоречия отходят на задний план вот поэтому война войной часто пользуются как инструментом для решения внутренних проблем это вот про один из аспектов я не говорю что он единственный потому что если мы посмотрим с вами историю войн то войны как правило возникали из-за ресурсов вот та же германия та же германия третий рейх я имею ввиду в обосновании своих потребностей в завоевательных действиях он обосновывался на такой концепции конца 19 века был такой геополитик Фридрих Рац или у него концепция жизненного пространства то есть для для человека нужно жизненное пространство словно говоря сколько это кубических метров воздуха чтобы он мог нормально дышать вот для страны тоже нужно жизненное пространство на территория которой хватит территории ресурсов обеспечить ее жителей соответственно в силу биологических причин каждое государство должно стремиться расширить эту территорию потому что если оно не будет расширять расширить за счет этого государства то есть вот вам пожалуйста биологическое объяснение таких объяснений может быть много вот какое из них правильное но здесь наверное вам решат если такой вопрос задаете это вот одно из объяснение такое биологическое есть политическое объяснение войны есть демографическое объяснение если вы слышали когда-нибудь про такое мальтузианство или томаса мальтуса был такой демограф 18 века который утверждал что как только возникает критическая масса населения то есть слишком много больше чем может прокормить там планета или какая-то часть территории соответственно автоматически возникают эпидемии войны таким образом планета регулирует ситуацию вот вам еще одно объяснение демографическое по поводу метода я как раз постарался учитывая что все-таки публика не специализированы как как нет как раз больше какой-то какие-то красочные вещи проговорить да по поводу методов дело в том что сама по себе проблематика памяти это такой вот новый метод вообще в исторической науке а в чем в чем заключается его новизна в чем заключается скажем так его специфика очень простая вещь ну можно тоже на примере проиллюстрирую есть такой немецкий средств ритьев шенг который написал книгу александр невский в русской культурной памяти это вот такой вот тон очень интересная книга да но про самого александра невского там вот столичком 20 страниц а дальше про то каким он представлялся в памяти той или иной эпохи то есть как вы понимаете это не способ изучить самого александра невского мы что что мы знаем из источников то мы знаем про него а это способ а глядя скажем так на отражение невского в той или иной эпохи понять саму эпоху то есть точно также мы обращаясь к образом памяти частности о великой отечественной войне мы лучше понимаем то общество которое мы сейчас с вами находимся мы лучше понимаем то а почему то или иное государство так поступает именно отталкиваясь от того какой какие образы прошлого она создает вот с точки зрения метода то есть получается что у нас при смене чуть-чуть политического руководства возможно тоже кардинальное изменение отношения к лично вашими не интересно и возможно это как как сказать умозрительного так вот а именно основуясь на каких-то следований доказать доказать что вот по-другому быть неважно наверное сложно это вообще сказать я понял да давайте вот разобьем это надо вопрос во первых все таки мое мнение да а во вторых можно ли как-то обосновать вот эти эти альтернативные концепции которые возникают я правильно понял да вопрос по поводу как бы моего мнения к тому что происходит какую я считаю какой-то мере это естественный процесс и я даже объяснял почему потому что как раз такое эмоциональное восприятие прошлого когда ну грубо говоря нам за него обидно это свойство как раз такой вот памяти коммуникативной которую мы собственно сами усваиваем который мы там в детстве еще восприняли и которая отложилась под корки и с тех пор она никуда уже не денется нам все уже с этой памятью жить тем кто родился в советском союзе в общем-то в любом случае приходится носить себе какие-то вот эти стереотипы ну приходится не в негативном смысле просто они есть давайте начнем с этого вот по поводу того что история будет пересматриваться да она будет пересматриваться я просто вам приведу один простой пример скажите вот вы испытываете нами ненависть к французам за войну 1812 года они там тоже много чего натворили но прошло каких-то 200 лет и все это означает что если мы если мы исходим из этого то спустя еще лет сто вряд ли мы будем испытывать какое-то вот эмоции но не мы а наши потомки будут испытывать какие-то эмоциональные угрызения по поводу вот отношения там германии может быть даже к нацизму не будет такого может быть я даже очень берусь утверждать но вполне возможно и это куда-то уйдет если не будет предприняты меры по скажем так по сохранению недопущению возвращения таких вещей по поводу того насколько обоснованы альтернативные концепции но есть такая расхожая фраза то что история не терпится слагательном наклонении то есть что было бы если бы мы сдали ленинград сейчас уже невозможно сказать почему ну потому что во первых не сдали во вторых если мы с вами вспомним ленинград в общем-то стал символом символом как раз неподчинение символом непокоренности что в форме хотя бы шостаковича с его ленинградской симфонии который был написан на блокадном ленинграде исполнена там же да а чем не символ вообще непокоримости русского духа но здесь как раз и история нас учат тому что это не единственно возможный вариант опять таки я просто на отечественном 1812 года и там как вы помните перед кузовом стоял такая же дилемма оставлять москву или защищать ее но приняшение оставить это же выиграл и там и там выиграли вот вопрос по поводу цены вопрос по поводу цены победы возникает это очень такой болезненный вопрос потому что очень неоднозначный как бы понятно что победить надо было победить нельзя было не победить но такой ли ценой ответить на него сугубо с научной точки зрения невозможно здесь всегда есть какие-то оценки и оценки заключаются просто в том что но критика сталина как вы помните во многом основывалась и основывается на том что считается что вот это вот а те войны великая отечественная война и вообще вот это провозглашение победы переориентации на внешнюю политику нужно для того чтобы просто забыть о жертвах репрессий что переключить внимание с них как раз обосновать хотя бы эти жертвы тем что но все-таки мы победили если помнить такую строчку из песни но все таки мы победили вопрос насколько удалось победить без этих жертв я даже случае не про репрессии предреволюционные опыты извините предвоенный а по поводу конкретно самих военных действий но многие жукова упрекают том что он слишком жесток и даже жесток и бросал своих солдат в бой причем в мясорубку даже там где можно было этого избежать сейчас уже не скажешь я думаю история рассудил это тем что жуков победил вот вот наверное такой вот ответ который дал не человек не кто-то из нас это такой ответ а просто сама история как исторический процесс даже немножко наверно не то чтобы поспорю а ты говоришь что 100 лет пройдет мне кажется там и 100 лет конечно не пройдет когда все это будет забыто начисто да потому что например есть понятие дети войны есть понятие дети детей войны но она уже гораздо менее употребима а дети детей детей войны уже нет уже в принципе все как бы первая мировая война например в сознании жителей нашей страны она вообще по сути уже забыто отсутствует и я думаю что даже ста лет пройдет когда и великое отечественное будет восприниматься как вот ну вот была 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 такая вот война значимая для нас вопрос такой вопрос вот если все таки да испытывать попытаться называть великую отечественную войну как некий наш некий консолидирует нет и консолидирующие события вот всех нас и и папа под всеми нами я имею ввиду жителей потомков той страны до советского союза да если все таки пытаться найти некий альтернативный вариант да если он на ваш взгляд вообще вот кроме великой отечественной войны было ли какое-то событие которое нанесло такой потенциал можно я сначала реплику по поводу первой части вопрос по поводу первой мировой войны здесь надо учитывать контекст дело в том что первая мировая война память о ней оказалось полностью перечеркнута революции гражданской войной то есть данном случае сто лет это еще не такой большой срок я напомню вам что в тысяч 1912 году празднуло столетие отечественной войны на которой присутствовали там три или четыре уцелевших еще участника этой войны и именно в тот год было создано общество потомков участников войны 1912 года и планировалось ну в общем-то революция помешала что это общество будет дальше сохранять память поддержит а здесь вопрос скорее политической стабильности то же самое общество с ученым то же самое государство существовало поэтому и память поддерживалась а что касается первой мировой логично запустя 100 лет она уже никому не интересно потому что слишком много было других событий а слишком который событий сам который просто перечеркнули память первая мировая оказалась несущественно по сравнению с последующими поэтому мне кажется вопрос не в сто лет здесь будет будет дольше буду дольше помнится по поводу того если событие которое может перечеркнуть с точки зрения каких-то социологических опросов сейчас в общем-то все что готовы граждане россии знать как факты исторические которым они готовы гордиться это всего два события это как раз победа в войне и полет человека в космос вот вот хочется верить что все-таки в последующем во первых во первых люди будут гордиться культурными научными достижениями своих предков а не только войной да хотя войной руку как бы понятно что никуда не делать но тем не менее а во вторых что а консолидирующим фактором будет не только прошлое на настоящее а может быть и будущее то есть общая цель развития на кем использовано как такой ресурс для сплочения объединение или все или вот пройдет еще какое-то время и мы все будем воспринимать ну я не знаю как французы бельгийцы и отдельные страны с какими пересечениями но пока судя по тенденциям все это тому что все-таки эти народы выбирают для себя каждая свою траекторию но их объединение как бы никогда исключать она всегда возможно только в той ситуации помните я говорил про внутренней консолидации в случае войны вот соответственно в том случае если появится некая внешняя угроза по стране с которой внутренние разногласия кажется несущественны тогда это произойдет если допустим будет вторжение инопланетян вот мне кажется советский союз вполне может восстановиться да смотреть что происходило и может происходить украине как вот вы считаете что привело к появлению такого фашизма то есть вообще откуда он а можно вопрос что такое фашизм что такое фашизм как я считаю фашизм точно то есть это очень то есть понимаете в зависимости от того как вы сформулируете так я вам отвечу на основании какой-нибудь национальной расы ненависти и прочее геноцид дискриминация может мне кажется даже я просто уточняю смысл может быть даже не на фоне этого вопроса например может быть во время убийства там войны то есть люди почему-то начинают такой звездки на другими другими людьми в данном случае это вопрос на лекция психологии почему вдруг такое происходит что касается самого понятия фашизм это понятие это в общем-то итальянское а его в германии это не было там был национал социализм или сокращенно нацизм вот фашизм это бенито муссолини придумал такое возродил такой идеологии итальянских легионеров древнеримских для так сказать для сова для своей страны для своего воинства вот поэтому а почему к этой к этой к этому возвращаются почему возвращаются но все-таки так понимаю вы имеете ввиду именно такой нетерпимость некая почему она возвращается в качестве источника ну здесь знаете наша эпоха при всех своих минусах или плюсах не отличается от всех остальных в конце концов находит же современные антропологи какие-то черепа неандертальцев и хо хо там хомо сапиенс которые друг друга уже тогда ненавидели убивали вот с тех пор просто ничего не изменилось вот и принципиальных принципиальных различий просто не наблюдается ну скорее скорее да это вот некий такой психологический комплекс который просто иногда в зависимости от контекста а вот здесь контексте можно долго говорить конечно вырывается наружу на фашистской германии да здесь знаете вопрос не учебный точнее даже не в самих учебниках а просто потому что это скажем так была такая устойчивая традиция просто именование потому что ну согласитесь советским воинам во время войны не было не было времени и возможности разбираться в нюансах того против них национал социалист воюет а фашист или просто вермахт то есть проще говоря просто армия германии вот поэтому и если обратить внимание даже в собственно феноменском фильме михаила рома название обыкновенный фашизм то есть вот под вашим подводятся вообще все проявления вот это такой вот нетерпимости ненависти к человечеству да то есть это как общее такое расхожее понятие но если точки на научный рассматривать мы все-таки говорим что это научный дискурс так сказать вот поэтому я считаю что эти вещи в науке нужно разводить в обыденном смысле и тогда зачастую это делать как раз такое обобщение последующие поколения забудут они повлияют национальное самосознание и где будут искать альтернативы в таком случае для судьба случить как-то повлияет нет в любом случае повлияет во первых во первых согласитесь что за это время пока забудут об этом накопится новые события как отра которые можно помнить так вот понимаете ну допустим вот сейчас после событий допустим четырнадцатого года четырнадцать пятнадцатого годов в украине проявился мощный всплеск национального самосознания то есть тот национальный подъем который когда-то вроде бы затих после девяностых годов он приводится с новой силой потому что опять-таки возник некий образ врага по отношению к которому можно выстраивать свою национальную идентичность мы не знаем как бы какие события последует дальнейшем и от таких событий мы будем отталкиваться но то но тот факт что какие такие события почему нет это негативно на война по отношению которой нужно себя постулировать но какие-то будут героические события чем в конце концов в качестве такого факта который вы будете гордиться через 50 лет как олимпиады в сочи вы же согласны ну вот благодарить нашего лектора за великолепную лекцию спасибо следующих лекциях будем рады всех видеть